всем огромные приветики у меня сегодня видео про авито и юлу даже больше наверное про юлу потому что у меня очень много вещей продалось на юле и сейчас расскажу что конкретно я продала за сколько и как и что может быть не продала или какие есть нюансы в общем хочу поделиться своими наблюдениями очень надеюсь что вам они пригодятся в своих расхламлениях и в своих продажах на авито потому что некоторые заметки бывают очень интересны и так первый лот сейчас секундочку я себе тут свои как это назвать правильно шпаргалки откроем первый лот это набор украшений серебряных с фионитиками сережки и кулончик на шею в виде кошечек мне их когда-то давно подарили на день рождения но я их не ношу поэтому решила продать я продала за 200 рублей пришла девушка и купила их для своей дочки кстати эта девушка периодически мне звонит и говорит так у вас чем еще появилась из серебра я бы купила с удовольствием и периодически заходит ко мне вот это все покупает для себя для дочки она где-то живет недалеко и ей удобно в общем ко мне заходить ну там юла решила что я робот потому что я хотя хочу открытия в новых вкладках свои объявления которые я продала не пойму очень странные коды они непонятно на каком языке надеюсь я правильно сейчас ввиду непонятно на каком языке хотят от меня чтобы я ввела символы и непонятно это за или три ну ладно будем надеяться что сейчас подойдет 3 отправить я человек как справилась я вроде с тем чтобы подтвердить что я не робот так следующий лот это серебряные винтажные сережки две пары у меня было их сразу купила одна девушка она попросила их выслать ей боксбери по моему доставкой я отправляла вот эти сережки винтажные серебряные понятно что когда-то когда их делали на заказ по ним никакие клеймо ничего такого не ставили поэтому некоторые не верили мне вот но одна девушка посмотрела ну и видимо она разбирается поняла что да это откуда-то из далеких советских времен и заказала все эти сережки была очень рада и в общем я и одной упаковочкой в боксбери все это аккуратненько отправила все оказались очень довольны продавала я их по 500 рублей вот такая цена дальше у меня ушла подвеска кулончик на шее в форме серфика я ее когда-то покупала и потом забыла купила еще одну в общем у меня их было две очень похожие и какое-то время я даже носила эти серфики на шее но поняла что я не удобно мне носить потому что вот острие колется когда я ложусь спать а я не всегда снимаю украшения и это вызывает некоторые трудности потому что я могу проснуться а мне впился этот серф шею в общем мне он не зашел продала его за 200 рублей хотя покупала наверное где-то за тысячу или за полторы дальше ушел у меня складной силиконовый контейнер я помню в одном из своих видео когда я только его выставила я про него рассказывала вот такого примерно он размера вот такой высоты я его покупала мне казалось что это будет очень удобно там условно приготовить какой-нибудь салат положить его туда отвезти на дачу но поняла что я им не пользуюсь и решила его продать тоже ушел у меня за 200 рублей причем приехала девушка она еще хотела купить то ли платье то ли как что-то из вещей потому что она захотела это примерить мы с ней встретились в пункте выдачи ламода и она там примерила по-моему джинсы я могу ошибаться по-моему джинсы или куртку не помню не помню ну в общем не суть в общем одежда ей не подошла по ростовке а вот контейнер она забрала и довольно уехала так снова у меня хотят чтобы я подтвердила что я не робот да что ж такое-то сегодня с елой ужасное происходит надеюсь робот 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 татара тата вот дальше у меня ушла одновременно причем у меня ушли брюки резерв и заодно девушка попросила еще невидимку в форме какой-то веточки серебряные тоже ей привести неделю мы наверно никак не могли с ней встретиться что-то не получалось то у нее то у меня и потом в какой-то из дней она говорит типа я готова там подъехать я бы слушать я вот в это время буду на в днх если вам удобно я могу с собой взять вещи и вам отдать в итоге мы встретились около выхода на в днх я там гуляла со своей подружкой мы встретились там я и отдала все вещи она отдала мне деньги и мы радостные разошлись а были там сейчас если у меня загрузится у меня почему-то везде хочет чтоб я подтвердила что я не этот самый не робот то очень странно почему так происходит ладно дальше у меня следующий лот это бутылка тире термос роя красивая стеклянная бутылка термос но я поняла что мне просто неудобно ею пользоваться поскольку она стеклянная и как термосом я ею не могу пользоваться потому что термос я использую на какие-то активных виды спорта я каждый раз боюсь что эта бутылка разобьется а так с ним все хорошо конечно из-за того что это все стекло не очень круто держит он тепло недолго но в качестве такой бутылки типа как фитнесовой если ты гуляешь куда-то там пошла или взять на работе на столе поставить она очень годится потому что она такая красивая стильная ушла она у меня за 300 рублей не знаю честно говоря сколько она стоила в реальности ну в общем вот так я ее продала ушел у меня того же бренда молочник это такая маленькая маленькая стеклянная баночка в форме пакетика из-под молока такие были маленькие типа оля на 200 наверное миллилитров в советском союзе картонные и вот по мотивам этого сделали стеклянной я купила радостно сразу два себе и маме еще подарила но вещь красивая но практической какой-то пользы не имеет я поначалу им пользовалась наливала туда молоко из пакета ставил его красиво на стол но поняла что я в своей жизни делаю если кофе то я наливаю кофе в чашку сразу наливаю туда молока и вот такой дизайнерский экземпляр как молочник мне не нужен поэтому я его продала ушел он за 150 рублей девушка приехала ко мне домой прям было забрала дальше уехали у меня доставкой сережки пластиковые манго я их покупала в начале да по моему 1 1 января или 2 января двадцатого года мы ехали с в путешествие на машине в грузию из москвы прямо в новогодние праздники и в ростове-на-дону заехали попить кофе в мегу и там был магазин манго я естественно туда зашла посмотреть что же в ростове-на-дону продается в манго если разница с москвой и увидела там вот эти сережки и там же был шарф в сережках я пару раз походила и решила их продать потому что ну они мне оттягивали ухо и мне было неудобно вот поэтому кто-то из девчонок заказал их доставкой уехали они и в общем все случилось очень радостно опять у меня выскакивает этот подтвердите что вы не робот я постоянно подтверждаю но почему-то почему-то юла никак не поймет что с этого ip-адреса не робот сидит так неправильно указала сейчас скажет не твой робот горите в аду неправильный код ура принял дальше у меня валялось несколько микро флешек micro usd sd карт в общем что такое и была одна прям в как в упаковке невскрытая по-моему на 16 до на 16 гигапайт микро флешка и адаптер то есть либо микро флешку можно вставлять в телефон если нужно все это как с карты памяти воткнуть в компьютер то в адаптер и в компьютер в общем продала его за ее за 200 рублей кто-то тоже приехал прям ко мне домой и мужчина какой-то ее купил вот так что даже такие вещи продаются я была удивлена но вот тем не менее дальше ушли у меня брюки муж мужские брюки кельвин кляйн это брюки ника 33 размера и в длине 30 классные брюки немного маломерят но классный у них такой материал приятные и сшиты классно ну кельвин кляйн чё же делать вот приехал за ними какой-то парень вот купил их и радостно радостно уехал я надеюсь они ему подошли вот я пыталась джинсы хоть как-то примерить на себя но мне они тоже велики были по поясу нику они короткие по длине не знаю как у них покупала раньше для себя в общем поэтому мы их решили продать продали за 500 рублей так и ушли у меня две рубашки ника по 200 рублей тоже нормальные рубашки в нормальном состоянии все с ними хорошо из хорошего материала такого знаете изи айрон это называется которые не сильно мнутся то есть это не хлопок а хлопок с каким-то стрейчем с каким-то с какой-то синтетикой в составе приятные на ощупь по 200 рублей я их продала так дальше ушло у меня шерстяное платье юникло сорок восьмого размера я его тоже когда-то покупала тоже наверное в двадцатом году я его покупала продала его за 800 рублей ходила я в нем мало поняла что мне не очень нравится вот этот воротник хомут ну как-то не неуютно мне в нем вот поэтому решила продать долго она висела у меня но в итоге продалось сразу кстати хочу сказать что по моему опыту продается все вопрос времени то есть какие-то вещи прям улетают сразу буквально вы выставили на следующий день она продалась но это скорее исключение чем правило чаще наверное вещи лежат поэтому я все свои вещи сложила ну выделила им шкаф на балконе и вот там у меня вещи все там для авито для юлы они там все лежат если кто-то звонит я достаю и отдаю эту вещь на продажу вот такое мое сегодняшнее видео на этом заканчиваю в следующем видео расскажу что еще я продала потому что продаж у меня случилось много все всем пока хорошего денечка с вами была анна кафырина